В северной части Хабаровска в результате падения металлического навеса оказалась травмирована горожанка, катившая перед собой коляску с малолетним ребенком. ЧП произошло на улице Стрельникова. Шквалистым ветром подхватила и опрокинула кровельную конструкцию овощного лотка. Она не имела фундамента и стояла на земле без какого-либо крепления. Подхваченная порывом, она встала на дыбы и опрокинулась назад, опорами вверх. Молодая хабаровчанка оказалась придавлена профлистом. Очевидцы говорили, ребенок травм не получил, мама в буквальном смысле закрыла его собой. Выбраться из-под навеса женщине помогли свидетели ЧП. У пострадавшей была разбита голова, имелась травма ноги. Хабаровчанку вместе с ребенком доставили в больницу, угрожающих жизни травм у пациентки нет. В полицию пострадавшая писать заявление не стала. В городском ОМВД сообщили, что подобных обращений в дежурные сутки не зафиксировано. Под удар стихии тем же днем попала и жительница барака в поселке имени Горького. На дом ветром повалила старый тополь. Дерево проломило крышу как раз над квартирой женщины-инвалида. Хозяйки коммунальной службы в помощи отказали по причине занятости. По телефону ей велели подождать пару дней. Это значит, что все это время хабаровчанке придется жить почти в пещерных условиях. Проводка в доме старая. А я вижу, вы сейчас с фонариком. У вас свет включает? Нет, свет есть. Сейчас дождь пошел, придется включать рубильники, сидеть без света, как и рубить на ветер. На поваленные легкие заборы жаловались телезрители из Кировского и Индустриального районов. По данным Росгидромета, непогода в крае сохранится на протяжении еще нескольких дней. Дожди будут сопровождаться сильными порывами ветра и понижением температуры. С места происшествия Ольга Кошелева, Юлия Зима и Виталий Векслер.